Всем привет! Вы смотрите новый выпуск программы Virtual Selection. Меня зовут Алена. Поехали! В этом выпуске. Китайцы разработали велосипед на Android. Новая Tesla бьет рекорды по предзаказам. Финские фермеры установили бензопилу на дрон. Обзор нашумевшего Quantum Break от Hobbit. Акустика Нейм Муса Кьюби. Мнение редакции Virtual Selection. Китайцы разработали велосипед с мобильной операционной системой Android. Широко известный в азиатских странах китайский производитель смартфонов компания Ли Ко представила велосипед Ли Супербайк с операционной системой Android. Издалека Ли Супербайк представляет собой обычный современный городской велосипед с рамой из углеродного волокна. Однако на руле размещен гаджет, напоминающий небольшой смартфон, который работает со специальной оболочкой Android. В этот велосипедный смартфон можно установить сим-карту или подключить свой основной смартфон. После чего на байке станут доступны такие функции, как звонки и текстовые сообщения, выбор маршрута и запись каждой поездки. Кстати, в ручках на руле встроены специальные сенсоры, которые отслеживают пульс пользователя во время поездки. Есть цветовая индикация вроде поворотников у автомобилей и, конечно, лазеры для подсветки дороги ночью справа и слева. Ли Ко Супербайк уже доступен для покупки в Китае и стоит он примерно 800 долларов. Планируется, что к концу этого года этот чудо-гаджет на колесах будет доступен за пределами Поднебесной. Новая Тесла бьет рекорды по предзаказам Тесла показала свой самый доступный электромобиль Model 3. Цена на компактный электроседан в США стартует с отметки 35 тысяч долларов. Основатель компании Илон Маск, как и предупреждал, озвучил на презентации лишь основные характеристики нового автомобиля. Внешне новая маленькая Тесла напоминает старшую модель S и, согласитесь, выглядит очень круто и футуристично. В салоне на приборной панели водителя встречает 15-дюймовый сенсорный дисплей в альбомной ориентации, с помощью которого происходит все управление системами электромобиля. Запас хода Тесла Model 3 составляет 346 километров, а до 100 километров в час электромобиль разгоняется за 6 секунд. В будущем, по словам главы Тесла, эти характеристики будут улучшены. Кроме того, новинка получает автопилот, и хотя он не превратит электромобиль в робомобиль, помощь автомобилисту будет оказываться весьма серьезная. На своей страничке в Твиттер Илон Маск сообщил, что в течение первых суток после начала приема предварительных заказов количество покупателей, которые забронировали Тесла Model 3, превысило 180 тысяч человек. А вот, кстати, и фотография. И нет, это не очередь в App Store, где начали продавать новый айфон или айпад. Это очередь в салон Тесла. Вероятно, совсем скоро этот автомобиль мы будем видеть на дороге гораздо чаще. Финские фермеры-энтузиасты установили на летающий дрон настоящую бензопилу. Безумные финские фермеры, как говорится в описании этого видео, не просто прикрутили к дрону бензопилу, но и сделали ее похожей на руку, которая управляется удаленно. Причем, судя по видео, эта пила способна поворачиваться на 90 градусов. Как выяснилось, помимо устрашающего вида, такой беспилотник может, например, неплохо срезать сосульки с крыши и даже подпиливать ветки деревьев. Вещь в хозяйстве, безусловно, полезная. Кстати, 30 марта в России вступил в силу закон, согласно которому все беспилотные воздушные суда с массой от 250 грамм должны быть зарегистрированы. Делается это через Росавиацию. Правда, пока еще неизвестно, какие документы для этого нужны. Но уже известен штраф за нарушение правил. От 5000 рублей для физических лиц и от 300 тысяч для юридических. А в следующем сюжете Хоббит расскажет вам о новом экшн-шутере Quantum Break. Не переключайтесь. Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей Хоббит и это моя постоянная рубрика Игра Хайп. Сегодня расскажу вам о игре, которая, по моему мнению, вполне может стать игрой 2016 года и уж точно войдет в историю. Игре под названием Quantum Break. Создатель Quantum Break студии Remedy не раз радовала сердца простых геймеров, ведь на счету этих ребят такие игры, как две части Макса Пэйна, а также знаменитый Алан Вейк. Я думаю, что с самого анонса Quantum Break было ясно, что игра будет чем-то феноменальным, ведь в ней ребята из Remedy использовали все свои наработки. Основная фишка Quantum Break это ее интерактивность. Начнем с того, что все герои в игре реальные актеры и, кстати, очень даже известные. Главного героя Джека Джойса играет известный нам по Людям Икс Шон Эшмар. Его брат играет Доминик Монахин, очень харизматичный чувак, игравший в сериале Lost, а также во Властелине Колец. А роль главного злодея исполнил Эйден Гиллен, знакомый вам по роли Питера Бейлиша из Игры Престолов. И все эти люди не только с любовью перенесены в игру, они еще и снимаются в сериале, который нам показывают после каждого пройденного акта. Да, это не шутка, после каждого акта нам предлагают сделать выбор. В зависимости от выбора мы получаем ту или иную серию и, соответственно, измененный сюжет. Причем серии не по 2-3 минуты, а полноценные и реально дополняющие происходящее в игре. Quantum Break можно проходить не один и даже не два раза, выбирая разные развития событий. Поверьте, это действительно очень круто. Боевая система подчеркнула самое интересное из всех хитов Remedy. Здесь есть и манипуляции с хрононами, делающими из вас супергероя, впечатленного Максом Пэйном. И немалое количество оружия, которое вы, конечно, можете собирать с трупов врагов. Видел какой-то обзор, в котором говорилось, что в игре неудобное управление. Уверяю вас, на Xbox One, по крайней мере, управление просто великолепное. Прокачка способностей, она здесь тоже есть, происходит путем поиска хрононов, которые запрятаны в разных уголках на уровнях. Собрав их достаточное количество, вы прокачиваете ту или иную способность. А их тут ни много ни мало, 6. Зрение, уворот, рывок, взрыв, щит, заморозка и все это с приставкой хрона. Кстати, каждая из этих способностей очень эффектно выглядит. Сегодня в нашей рубрике «Звук» премиальная акустика Musso Quby от компании Name, только вышедшая на российский рынок. Английские инженеры компании Name Audio, будучи традиционалистами до консерватизма в вопросах оценки качества звучания, не допускают и мысли, что их комплекты акустики могут не идеально передавать звук. И новая Musso Quby не исключение. Эта компактная универсальная модель оснащена всеми последними технологиями из мира аудио и удовлетворит потребности даже самых требовательных аудиофилов. Внешний вид колонки получился очень впечатляющим. Высота саундбара составляет около 30 сантиметров. Сенсорный контроллер на верхней панели является стилистическим центром всей системы. А сама Quby выглядит как стильный гаджет, пришедший как будто с экрана фантастического боевика, но который может украсить практически любой интерьер. Основание из акрила также зрительно поднимает акустику. Создается ощущение, будто система парит в воздухе. Сердце Musso Quby – 32-битный цифровой процессор, который, благодаря тщательным доводкам, в том числе и на основе слушательских тестов, управляет потоком информации для каждого динамика. Кстати, этот опыт инженеры NAME получили при разработке аудиосистем премиальных автомобилей Bentley. Внутри акустики пять динамиков, размещенных под определенными углами для создания асимметричного рассеивания. Два купольных динамика Twitter и два медвуфера приводятся в действие 50-ваттными усилителями. Великолепное звучание басов обеспечивается двумя поршневыми пассивными басовыми излучателями, работающими в связке со специально разработанным усилителем. Таким образом, общая мощность составляет 300 Вт. Инженеры NAME оснастили этот саундбар оптическим и аналоговым входами, а также USB-разъемом, к которому можно подключать iOS-устройства и флешки. Комплектного пульта у Musso Quby нет, но он здесь и не нужен. Установив фирменное приложение на смартфон или планшет, вы сможете как передавать музыку по Bluetooth, так и подключить акустику в домашнюю сеть. Особого внимания заслуживает фирменное приложение NAME, которое дает возможность не только управлять устройством. Здесь присутствует интеграция в огромную музыкальную онлайн-базу данных с возможностью получения подробной информации, биографии, дискографии, отзывов похожих исполнителей и так далее. Звучит Musso Quby просто великолепно. Звучание гладкое и энергичное, за которое, собственно, этот бренд так любят многие меломаны. Подводя итог, скажу, что меломаны наверняка не останутся равнодушны к хорошей передаче звука в такой акустике. На этом все. Ищите нас в сети, не забывайте подписываться и ждите новых выпусков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok